Доброе утро, друзья мои! Вот, кстати, наш вид из окна, который из окна. Показываем вам. Время московское, полвосьмого, время полседьмого, солнце еще не встало, но тут довольно-таки пасмурно. Вышли на улицу с утра, идем смотреть на Колизей. Сегодня довольно-таки прохладно, хотя, в принципе... Ну, прохладно для местных жителей, наверное. Я бы так, где-то не нормально. Вот он, Колизей. А че? Такие вот злодяки с автоматами, короче. И они могут своих маленьких девочек расстрелять. Но... Но они это делать не будут. Но эти маленькие девочки ничего не боятся, как я понимаю. Кстати, я разделся, потому что очень жарко. А все итальянцы ходят, блин, в куртках. Вот так вы сейчас можете заметить на заднем плане. Я не знаю, сколько им надо. Ух ты, ё! Это надо вам показать. Вот это вот, походу, очередь Колизей. Это жопа. Тут же можем постоять несколько часов. Ну, мы вдоль Колизей. Мы нашли тут русских гидов. И сейчас пойдем с экскурсией в Колизей. 35 евро все это экскурсия, блин. Сейчас мы наберем группу и почешем. Давайте здесь может быть метролёт. Но там сейчас дальше, наверное, лучше. Почему? Я здесь хотел бы немного приостановить. То есть, получается, он будет видеть крест. Потом пройдем лучше будет видеть. Находится массоваться мощь данного монумента. Отсюда лучше просматривается. Но я рекомендую еще в нижней части обязательно приостановиться. Под нами находился уровень вип-зоны. Над нами, получается, аристократия. Тоже неплохо, на самом деле. Стасики, которые мы с вами видим с левой стороны, выставлены нам в помощь. Мы с вами должны их визуализировать, фантазируя, прокладывать выше по периметру везде. Над нами в том числе. Мы сами должны отметить, когда в XVIII веке Колизей объявили христианской святыней, то поставили здесь в том числе церковь небольшую, чтобы служение совершать по поводу как раз убитых здесь христиан. Надо отметить, что такое палатин. Первый дворец там возникает, друзья. Потом другие императоры пристраивают. Зона руины императорских дворцов. Рекомендую потоптать. Нигде больше подобного вы найдете. Первый, третий строительный шарик. После палатинского холма вы спускаетесь на зону форумов. Форума – это вот вся эта долина. На холмах римляне проживали. Пять холмов вокруг нас. Нейтральной территорией была вот эта долина, которая поначалу была болотом. В VI веке до нашей этруссии проложили дренажную канализационную систему. По ныне утверждается она существенно. В общем, мы послушали экскурсию. Но я для себя несколько интересных фактов открытал. Вообще, я не пожелал, что взял экскурсию. Вот здесь арк Константина находится. Мы сейчас сделаем кружок по колесе и пойдем на форум. Тут билет один. Включаю в себя колеси и форум. Поэтому надо нам все посмотреть. Сразу видно, где платная, а где бесплатная. Я не знаю, если хорошо ли вам видно, но народу на том мостике очень много. А здесь так стоят, расслаблены. Просто есть колесия. Сзади меня какой-то Константина стоит. Вот и сейчас мы идем на римский форум. В мире есть куча вопросов, на которые ответ не мог найти уже очень давно. Это такие вопросы, как есть ли Бог? Что появилось впервые? И что ликуются? Зачем Саша взял танцовку с собой? И так далее. Таких вопросов просто... Просто очень много, как бы. Меня больше всего 3-й мучает, потому что очень жарко. Обещали сегодня доставление. Но дождя, слава Богу, нет. Кстати, мы уже прошли контроль на Валентин и Римский форум. Сейчас будем смотреть. Мы сейчас уже идем без гида. Самостоятельно. Вот. Ничего мы, наверное, интересного не узнаем. Но пусть пошли. Невероятное ощущение, как будто вы находитесь. Вообще, какой, какой рек. Очень круто. Ни на что не похожий город. Внушающий какое-то спокойствие и страх. Ужас какой. Вообще, кстати, как и сказал Киев. Вот этот вот вид. Он только с 1903. Современно инициальный. Вот. Они за счет переталпули. Искали какие-то секреты. Украинские. Ну, кстати, его третий арком был. Петлия отписи. Еще одно гнездо чайки, еще одно гнездо чайки. Это здание, которое уже находится за глаз, итальянцы его не любят, потому что оно выбивается из общей картины Рима. Они дают ему разные названия, там типа печатная машинка, столная челюсть там и так далее, но на мой взгляд она очень красивая, она такая. А на мой слишком пафосная. Ну пафосная же, я немножко согласна в этом плане с итальянцами. Дорогие подписчики моей жены, напишите в комментариях как вы относитесь к этому зданию. Так, друзья, мы недавно покушали итальянской пиццей, вызвала она у нас довольно-таки уличные впечатления. Да, она была очень вкусная. В принципе, да, мокрый ингредиент один, который мне кажется все плохо. Вот, потом мы пошли просто погулять по итальянским ручкам, чтобы оставить достопримечательность на потом. Но случайно, что-то пошло не так, мы пошли не туда. Потом еще раз пошли не туда, потом еще раз пошли не туда. И в итоге мы пришли на Пьяца Навона. Это еще одна площадь прогулочная, где туристы проводят свое время. Тут есть кафе, опять же-таки много людей с различными сувенирами. Ну и фонтаны, в которых можно кинуть монетку и загадать желания. Походу у них тут традиция такая. Но лучше отдать монетки мне. Мы встретили двух музыкантов, которые играли на инструментах русскую песню. Подмосковная вечера, да. Подмосковная вечера. По крайней мере, это очень похожая песня. Это была точно она. Это была точно она. Я ее сразу узнала. А потом она начала петь, и они начали улыбаться. Очень многие итальянские двоечники, они наказаны за невыполнение домашних заданий. Они, да, и теперь они должны удлиться на улицу. Вот. А это третий фонтан. На площади Пьяца Навона. Пьяца Навона. Кое уж у нас изменились планы. А может помоложенки закажем? Вот прям. Кое уж у нас изменились планы, то мы сейчас помоложенки закажем. Вот так вот сбоку мы выходим к пантеону. Сейчас пойдем вовнутрь. Будем... Блин, народища, конечно, здесь очень много. Сашка, мне кажется, это как раз то место, когда я тебе говорила. Вон там народу полно. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Блин. О, не нужно, чтобы прочитать. Ну да. Это третий фонтан. Мы входим в пантеон. Так как фонтан свободный пока что, то здесь очень много народа. Ну, кстати, не так уж. И тут очень даже... Они считают, что вот эта вот дырка в куполе создана для того, чтобы сюда пробилась. На самом деле, эта дырка создана, чтобы солнце, когда делает круг в сутках, попадало вот на всех этих святых, которые расположены, если вы видите, по кругу в стенах. То есть солнце сзади делает здесь полный круг и следит на этих святых. Вот такая вот интересная информация. Ну, а еще, да, из нее сюда пройдет. Итак. Аня как в моду глядела, когда говорила, что фонталон дырка, чтобы из нее шел гроздь. Пошел гроздь, вот он довольно-таки сильный. И мы пока решили отсидеться в пункте уровня, возможно, он закончится. Возможно, он будет. Вообще, кстати, сегодня мешали дождь. Сейчас пять часов вечера по рамскому времени. И он пошел только что. Мы уже думали, что все обойдется, но нет. Эй, подойдет. Смотрите. Поглавий во время, в someday cheевш時 начинает сдаться. И, была жены с верхней. Время будет fest. Что? Я попала? Улетела. Я попала? Да. А то я могла не попасть. Куда мы сейчас идем? Домой. Миссия выполнена. Да, на спектне даже перед. Все, ием, ием.